Насколько украинские силовики придерживаются так называемого перемирия, красноречиво показывает происходящее в селе Никишино. Через представителей ОБСЕ киевские вооруженные силы чуть ли не каждый день пытаются договориться о прекращении огня. А затем в нарушение всех договоренностей сами же и открывают огонь по бойцам 1-го славянского батальона. А именно он держит позиции в этом населенном пункте. Непосредственными свидетелями этого стали военные корреспонденты телеканала Новороссия ТВ и британский журналист Грэм Филлипс. За двое суток съемочную группу обстреливали снайперы-пулеметчики. Не единожды журналисты, передвигавшиеся по селу с бойцами, попадали и под жесткие обстрелы из танков и артиллерии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пару дней заключили перемирие. Вот у нас утро вот так началось. Ночь тоже была веселая. В любой момент, да. Можете сюда прилететь, что угодно. Вы же видите, отстреливается все. Кругом. Можете там все? Нет, нет, дальше нет. Лучше не надо. Лучше не надо. Не могу это самое. Дальше не надо. Лучше может пристать, встать? Понял, будет видно. Пристань, полный рост. Грэм, сильно за дом не вылазь. Ты видел, где вода там? Загорело все. Сложно горело. Можно на забор там? Попытайтесь снимать. Можно на забор. За забор не надо заходить. За забор не надо уже. Не надо, потому что просстреливается. Сейчас где-то на крыше будет сидеть снайпер. Я? Да. В Донецкой области. А сколько лет? 28. Было позавтра. Ого, вынес деньги? Да. Как ты проснул, вынес деньги? Здесь бой. У нас был бой хороший. В тот раз во время моего дюйма мы стали пообедать. Буквально через 10 минут начался бой. Повелись достойно бой. Мы могли отдыхать. Вот так вот и отважно. Дело. Страна, мы в 826 месяц. А где по профессии? По образованию экономиста. По призвану строителя. Спалили воду, прикинь. Ты что, сука? Сколько воды сгорело. Простили. Вот так у нас была водичка. Мы брали здесь воду. Буквально вчера здесь было все еще целое. Позавчера этот дом был целый. Вы видишь, она была на месте. Две, и все было целое. То есть, буквально когда, получается, он вчера сгорел этот дом. Кажданская машина, я там неделю назад расстреляли, вот из-за УГА выжили. Они прямо с людьми расстреляли машину. Ехала гражданская машина за вещами, люди ехали. Это теперь? Люди погибли, да. Они расстреляли, еще и ухами добили, короче, сожгли машину с людьми. Сколько еще здесь гражданский живет? Человек 30, наверное. 30? Да. Ну, нас здесь двое, трое нас здесь живет. Там бабуля с дедом, и там дальше еще. Там дальше. А сколько было до войны еще? А, до войны не было. Полторы тысячи, наверное. Да. Да, полторы полторы тысячи человек. А каждый день есть стрел, стрелба, каждый день? Каждый день, конечно, каждый день стреляют. А как это жит под это... В подвалах сидим. Вылезли туда-сюда, опять их стреляют, так мы сразу в подвал. А что делать? А, Наташечка, вам есть свет и воды? А, света нету, вода в колодцах. Уже три месяца света у нас нету. А вода в колодцах берет. У нас еще до боев света не было. Да. А вода в колодцах. А почему вы сюда не ехали от селя? А зачем уезжать? Куда уезжать? А куда уезжать? У меня здесь нету никого. У нас здесь наши корни. Вот. Сестра у Барнауле в России, брат у Гомели. А куда мне ехать? До кого? Я сама тоже с Украины, но там... А я здесь родилась? Я не на Донбассе родилась. Я дальше родилась. В Сумской области я родилась. Хлеб приносит у ребят. А кто вам помогает сейчас? Денеерцы, хлеб приносят. Денеерцы. Терапу. Украинские войска помогают? Нет, Денеер. Денеер нам помогает. Да. Вступление про то, что не все украинцы еще с видом и, к сожалению, у них написано. Самый интересный такой момент, который просто... Вот, 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 вот. Он ходил в военные походы, близкие и далекие, края. Всегда с богатой добычей возвращался на Украину, в Киев. Замечательно. Князь Олег. Ну уж, не дошли. Под договором подписался тогда князь Олег. Так, Олег, великий князь украинский. Ну, замечательно, короче. Тогда Украины еще вообще не было. Ну, и в помине слова такого не было. Так, ребята, самое интересное, это учебник 92-го года Викторса. Что? Какой? Какое? Украина. Украина. На князь. Украина. Продолжение следует...